20-летний Александр Пивнев готовится к своей первой тренировке. В Харьковском институте протезирования он уже полгода проходит реабилитацию. После ранения под Торецком правую ногу врачи не спасли, левую сшили буквально по кусочкам, там застряло огромное количество осколков. У него давно расписана реабилитация в спортзале, турник, приседания. Но вода поможет задействовать другую группу мышц и выполнять упражнения, которые до этого момента были недоступны, говорит Александр. Конечно, ногу восстанавливаю спокойно. Могу приседать на одну ногу. Я ж не могу сейчас так. Если приседу сейчас на одну ногу, она просто мне поломается обратно. А так я в воде могу приседать и качать ее без вреда в здоровье. Приседаю. Сколько вода давай, не надо. Вот так хорошо. Раз, два. А можно я сказать, как опишаешь это самое? Да все чувствуете. Я думаю, нога бы поломалась даже. Плавательный бассейн, в котором боец выполняет первые упражнения из курса гидротерапии размером 2 на 3 метра. Уровень воды чуть больше метра. Температура вполне комфортная, говорит Саша, градусов 30. Но реабилитолог уверяет, температуру постепенно будут снижать, чтобы закалять пациента. В бассейне есть так называемое терапевтическое окошко, которое позволяет следить за правильностью выполнения упражнений. А еще в комплекте идет бортовый подъемник для тех, у кого нет возможности самостоятельно спуститься в бассейн. Каталку мы принесем сюда. Две шнуры, которые линия со стороны нижней конечности, а две с верхней конечности. Соединяем с этой каталкой и отпускаем сколько надо. Отпускаем. И потом, когда соединяли, потихонечку поднимаем. Появление модульного бассейна стало возможным, говорят в Институте протезирования, благодаря сотрудничеству Украины в сфере медицинской реабилитации с Трастовым фондом НАТО, а также помощи правительства Японии. Именно оно выделило средства на приобретение необходимого оборудования. Посмотреть на установку прибыла целая делегация. Харада Мичио уверен, этот бассейн для кого-то из пациентов станет трамплином в новую жизнь. Я надеюсь, на дальнейшее сотрудничество и бойцы, или обычные люди, которые будут использовать для своего выздоровления гидротерапию, смогут участвовать, если не в Олимпийских играх в Токио, то тогда в Паралимпийских. Я мечтаю, чтобы кто-то из пациентов, которые здесь будут проходить реабилитацию, возможно, завоевали медаль. Присутствующий на открытии бассейна вице-премьер-министр Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Сенсадзе выразила надежду, что после Харькова гидротерапевтические комплексы появятся и в других городах Украины. Такой модерности, такой возможности использования – это единое. Есть наши фаховцы, которые пытаются использовать гидротерапию просто на базе не специализированных возможностей. А вот такой модерный – это пока что первый. Будем считать, что первый. В институте заверили, что уже сегодня составят график для пациентов, которым показана гидротерапия. В день это может быть до десятка человек. Кроме того, на базе Харьковского центра протезирования планируют открыть школу для специалистов, которые захотят освоить методику гидротерапии. Наталья Белокудрин, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.